Может быть есть коллеги? Нет вопросов, да? Спасибо. Следующий докладчик Лера Николаевна Телёхина, темы доклада «Адресат Горького versus Герархима Яковского». Уважаемые коллеги, биографические и творческие связи Горького и Маяковского почти сто лет остаются среди важнейших исследовательских тем. Казалось бы, что можно сказать нового, даже со знаком вопроса? Но благодаря большой исследовательской и публикаторской деятельности архива Горького и группы по изучению Горького в нашем институте выходит собрание писем Алексея Максимовича и последние тома, как, впрочем, и предыдущие, дают огромный материал для истории литературы сквозь письма Горького и в обращении к адресатам этих письм. Я в последних томах, в 18-19-м, увидела напечатанными письма к Марии Ершовой. Это шесть писем Горького, с которыми я ознакомилась в архиве, так же, как и с семью письмами самой Марии Ершовой, когда готовила к публикации воспоминания этой писательницы из рабочих в книге «Маяковский глазами современец» в 2014 году, где публиковала 50 женских воспоминаний о Владимире Маяковскому. И вот на соединении этих двух материалов, обращенных к Горькому и обращенных к Маяковскому, и возник сюжет моего доклада, с которым я вас хочу познакомить. То есть возникла гипотеза о том, что у прототипов девушки-самоубийцы из сценария Маяковского «Как поживаете?» и Зои Березкиной, героиней комедии «Клуб». Была именно эта молодая писательница Мария Ершова. Кто же такая Мария Ершова, дарование которой открыл Горький в 1928 году, а Маяковский двумя годами раньше поддержал ее на творческом пути? Мария Григорьевна Ершова в 1899-1965 годах родилась в семье разношенцы Кировоградской области. Не знаю даже, как она сейчас называется. Надо провести новые расследования. Она росла в приемах, чтобы рабочей семье и начала литературные опыты вот в такой, при газете Денбургской литературной студии. Ее первое стихотворение «Ткачиха» было напечатано в журнале работницы в 1923 году, то есть ей было 24 года. Потом история ее знакомства с Маяковским, Ленда, и благодаря Виктору Шкловскому, который в своей книге «Жили-были» в 1964 году рассказал, цитирую, в Ростове к Маяковскому сказали, что в местной рабе была поэтесса, ее снимали под крестьянку, надевали ей на голову платочек, сказали «это вам идет». Напечатали поэтесса-колхозница, а потом перестали печатать. Девушка достала револьвер и выстрелила себе в грудь. Маяковский в Ростове прочел ее стихи, стихи были неплохие. Поехал в больницу, говорит «так не надо, ведь есть же у вас товарищи, они все вам устроят, я вот вам устрою». И устроил ей лечение, отдых, спрашивал ее «вам трудно?» Она отвечала «вы знаете, огнестрельная рана – это не больно, впечатление такое, как будто тебя кто-то внезапно откликнул. Боль приходит потом». «Вы это нехорошо говорите», – сказал Маимовский. Конец цитата Шкловского. История знакомства с Горьким и письма, собственно, Горького также были опубликованы в 1939 году самой Ершовой в ее статье «Горький учитель и друг» в журнале «Красная новь». Ну, казалось бы, что можно сказать, но именно вот сейчас эти две истории встречаются, поскольку сюжет с Горьким не был известен Маяковедов, а сюжет с Маяковским не затронул комментариев Горьковедов. Вот бывает так. И теперь, собственно говоря, что случилось, Шкловский, конечно, как всегда, очень неточно изложил эту историю именно как свою легенду. На самом деле, действительно, Маяковский встретил Ершову после ее попытки самоубийства. Ее с двумя маленькими детьми оставил муж, и она стреляла в сердце, и пуля прошла через перикард, но она осталась жива. И это чудо смерти и воскрешения одновременно поразило Маяковского. Он с ней много беседовал, и вот она ему написала в письме о своей жизни. Товарищ Маяковский, я пишу стихи, а в это время стираю, чищу кастрюли, мою пол, и пока я это делаю, то я думаю о стихах и сочиняю их. Мне так хочется красоты и сильных стихов, и я иногда ревну, что у меня плохо, а помочь мне некому. Муж у меня коммунист и направляет только идейно. У меня двое ребят, и это все трудно. Я буду вам посылать письма и стихи, а вы их поместите, куда найдете лучше. А нет, скажите прямо. Примите от меня деревенщины, мою благодарность и восхищение, дорогой настоящий большой товарищ. Крепко жму вашу руку Марии Ершовой. Маяковский взял у нее стихотворение «Избанк» и передал его в «Красную новь», и там оно было напечатано. Но дальше в судьбе Ершовой многие принимали участие, и когда приехал Горький в 1928 году в Москву, она сумела через Крючкова передать ему письмо. И потом передавала свои рукописи. В результате именно Горький помог ей в босс-издате выпустить первую книжку стихов «Наши дни». И затем книжку с рассказом «Две матери», где он в кратком предисловии говорил одновременно и о стихах, и о том, что умный, зломудренный рассказ, переделанный по его замечаниям, действительно заслуживает внимания. Ершова заслуживает забот о ней, как о человеке, приступающем к трудному делу, правдиво отражать злую игру с человеком, жизни с человеком. И это главная тема Горького «Злая игра жизни с человеком». Она была увидена им в этих незамысловатых рассказах Марии Ершовой. Он подробно их прочитывал, делал замечания. Когда же она написала пьесу в стихах, он отверг ее, как говорится, на корню. Но она, тем не менее, чувствовала себя человеком счастливым. В те годы, пишет она, «Горький правил моей рукописи удивительной по вниманию правдой и пророчил мне счастливую будущность. Он составлял сборник моих стихов, писал предисловия, по многу беседовал о творчестве. Помню, Алексей Максимович стоял на том, чтобы я писала прозу, а товарищ Маяковский настаивал на стихах». После Ростова она встречалась с Маяковским не так часто, но отмечали, что на ее заявление, что думает перейти со стихов на прозу, товарищ Маяковский сказал, «Не советую, в стихах скажешь гуще и яснее, чем прозой». «Как же мне быть?» спросил я, стараясь увлечения прозой свалить на Алексея Максимовича и гордясь этим. Он, посмотрел на меня, пожал плечами и сказал задумчиво, «Как знаете?» и добавил раздумья. «Мой совет, стихов не бросайте». Ну, в общем, так сложилось, что после этого такого взлета ее до начала 30-х годов, позже уже она фактически отошла от художественной литературы и оставалась таким рабочим корреспондентом, хотя просила Горького ходатайствовать о том, чтобы она могла стать членом Союза писателей, который тогда организовывался, и о многих других проблемах. Рассказывала она ему в подробностях и о своей попытке самоубийства. Говорила, что после этого и сердце болит, и горлом кровь часто идет. А мы ведь помним, что такая ситуация была и у молодого Горького, когда он узнал зубную боль в сердце. Но, вернусь к Маяковскому, для него этот текст жизни неизбежно должен был стать творческим текстом, потому что он был поэтом лирическим, поэтом, который писал, как говорится, не придумывая, а переживая. Для него мысль о том, что добровольный уход из жизни, освобождая человека от тягот существования, от земного гига, была близка и внутренне пережитая им не раз. Лиля Брик вспоминала, что Маяковский стрелялся в 16-м году, но была осечка. В записной книжке летом 17-го года мы читаем строчку «Сразу как-то стало не для чего жить». И важно отметить, что для Маяковского поэт – единственный хозяин своей жизни, и только он может покончить с нею, а не быть убитым, как его великие предшественники Пушкин, Лермонтов. «Нет», – писал он, – «Тантесом мой не целить лоб». Комментаторы насчитали немало способов ухода из жизни в произведениях Маяковского, начиная с его юношеской трагедии 13-го года, где колесо паровоза обнимает шею героя. Но была в его жизни и такая трагедия, когда влюбленная в него художница Антонина Гумилина покончила с собой в начале 19-го года, выбросившись из окна в состоянии наркотического опьянения. И она рисовала постоянно Маяковского как героя своей жизни и даже свадьбу с ним изображала. Она, по свидетельству Якобсона, написала роман «Двое в одном сердце». И я уже давно, 20 лет назад, писала о ней. И тогда мне казалось, что эта девушка-самоубийца как-то возникла в его творчестве в конце 20-х годов. Но теперь, обладая сведениями о Марии Ершовой, я вижу и привязку к 1926 году, когда был написан сценарий «Как поживаете?», а потом на его основе была намечена пресса «Клоп». Теперь видно и также, что именно после знакомства с Ершовой то, что было его личной историей, вот перешло к истории девушки-работницы из заводского общежития, которой является Зоя Березкина. И несомненно, именно история Марии Ершовой, вернувшейся к жизни, так важна была для Маяковского. Ведь он в своей, он увидел в этой реальной биографии собственного, свое стремление уйти от боли, бед и обид и в время желать воскрешения, желать этого продолжения жизни в будущем. Поэтому он дает этой героине имя Зоя, Зоя-жизнь. Зоя в пьесе «Клоп» — единственная идеальная сущность в статирической комедии. Там осмеянию подвергается все. Современники поэта Присыпкин, Баян, Эльзивира Ренессанс, его роботизированные вот соотечественники в будущем, через 50 лет, которые в механизированном обществе живут. Там он сам над собой смеется. И эти автопародии тоже уже отмечены были. И на его рекламные плакаты, когда вначале идет парад продавцов луков, он писал в 1923 году, лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет. А в 1929 году это лучшие селедки, незаменимые к любой водке. Да, республиканские селедки. Также Зоя Березкина оказывается первой в списке действующих лиц с пояснением работницам. Брошенной Присыпкиным ради изящной жизни, она говорит «Просто жить хотели, работать хотели, значит, все и стреляется». Но так же, как Мария Ершова, Зоя выживает. И Маяковский переносит ее в будущее, сохраняя, по его словам, характерные черты Зои Березкиной – белым, больничным. Так он ее увидел, значит, в первый раз в белых больничных винтах. Маяковский показывает, что Зоя против воскрешения размораживания Присыпкина, против этого эксперимента, как она говорит. Почему? Потому что начнется буза. Он, эти микропы подхалимства и вот этого мещанства, расплодятся в обществе будущего. Потому что деятельность Присыпкина, как в кавычках, 50 лет назад чуть не стоила мне жизни, говорит Березкина. Я даже дошла до попытки самоубийства. Профессор спрашивает, самоубийство, что такое самоубийство? Ищет в словаре самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение, нашел самоубийство. Удивленно, вы стреляли в себя? Приговор, суд, рефт-трибунал? Нет, я сама. Сама от неосторожности? Нет, от любви. Профессор, чушь, от любви надо мосты строить и детей рожать, а вы – да. Казалось бы, эти благоразумные слова профессора в какой-то степени отражали мнение самого Маяковского, ведь он с восторгом воспел Бруклинский мост. Он в эти дни работы над пьесой во Франции повидался со своей двухлетней дочерью, которая родилась в Нью-Йорке от любви. Но все же в неоконченных стихах Маяковский спустя год утверждает правоту Сури Березкиной. Это его неоконченные строки. Пускай седина обнаруживает стрижкой бритье, пусть серебро волос вызванивает уймою, надеюсь, верою, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие. И так вот он сделал тот же шаг, что и Зоя Березкина, и ее прототип Мария Вершова. Возможно, в надежде такого же чуда остаться в живых, но чудо не свершилось. Спасибо за внимание.